Здравствуйте, уважаемые полиосеронные атомии. Меня зовут доктор Смирнов. Мне 32 года, я работаю врачом-стоматологом. И сегодня я решил поделиться своим опытом применения рутокератологических линз. Что это за линзы, спросите вы. Это специальные жесткие линзы ночного ношения, известные и применяются в мире с середины 70-х годов, в России с 2001 года, как метод коррекции миопии до минус 7 диоптрий. Возраст применения от 7 до 37 лет. К стыду нашего Минздрава, или по сговору с очечной мафией, или просто по глупости наших врачей, в нашей стране очень мало кто знает об этих линзах. Я к своему стыду узнал о них только в 2012 году, хотя окончил университет в 2002, и у меня была пятерка по глазным болезням. Я достаточно часто изучал миопию и методы ее коррекции, так как сам носил очки. Но никто из врачей и преподавателей не рассказал мне о том, что есть такие линзы, которые можно надеть на ночь, утром снять их, помыть и весь день видеть, как нормальный человек. Никто не захотел подарить мне это чудо. Ну да ладно, бог им судья. Об этом методе я узнал лишь после того, как мне зарядили в глаз, когда на мне были очки. Стекло чуть не выбило глаз, пару недель я почти ничего не видел. И даже после этого офтальмологи, которые смотрели меня, не сказали мне, что есть такие линзы, которые помогают избавиться от очков. Рассказал мне об этих линзах мой друг, менеджер. Менеджер! Менеджер среднего звена, который их успешно применяет уже два года. Два года он разводит пиво по каким-то притонам и применяет их. Он узнал о них не от врачей, а с Биглиона, с сайта Биглион, где он лазил в поиске каких-то купонов на скидки. То есть получается совершенно случайно. Что это такое, Елена Малыша? Почему в вашей передаче «Здоровье» люди превращаются в гондоны, в яички? Черт знает во что вы еще их хотите превратить. Не знаю, пизду с ушами скоро скрестите. А о нормальных вещах не рассказывайте. О тех нормальных вещах, которые могут помочь людям избавиться от этих очков. Ношение очков – это очень опасное занятие в нашей стране. Мне уже два раза заряжали в глаз. Слава Богу, еще вижу. Но это очень опасно. А метод ортокератологической коррекции признан уже давно во всем мире. И должен о нем рассказывать я, стоматолог, а не вы. Почему? Я смотрел в интернете. Вот, у меня открыт сейчас YouTube. Тут Википедия, Google. Ни одного сюжета о борто-кератологических линзах в вашей программе не было. Если проснется совесть, звоните, пишите. Приеду, поделюсь своим опытом. Ну, сейчас буду продолжать делиться своим опытом о линзах. Во-первых, как она выглядит. Выглядит она, как обычная линза. Для тех, кто носит обычные мягкие линзы, ничего удивительного в этой картине нет. Вот она. Вот так одевается она на глаз. Вот так вот. И пихается в глаз. Вы в ней спите, просыпаетесь, моете ее специальным шампунем, кладете в контейнер на весь день, ставите контейнер на полку и весь день видите. Согласитесь, это ли не чудо. Если вы мне не доверяете, вот, вводите в поиске по Google фразу орто-кератологические линзы, изучаете. Есть отзывы. Так, есть статья на Википедии. В Питере есть, вот, вот на Википедии, как это выглядит, статья. И также дает ссылку сайт доктор линз, орто-кератология. Вот. Инновационная технология коррекции близорукости. Тут есть ночные контактные линзы, так называемые. Тут есть, вот, видео, обучающее, видеосюжет, как орто-кератология работает в США. Пожалуйста, все есть. Изучаем, кому не лень. Кому лень, ну, это не ко мне. О своем опыте. После того, как я послушал, как их применять, как они действуют, я, конечно же, решил ими воспользоваться. Эти линзы разглаживают поверхностные слои эпителия. Он мигрирует с оптической зоны глаза на края, и вы сможете снова видеть. Более подробный механизм действия этих линз вы увидите в ролике, который сможете посмотреть в интернете. Я одеваю эти контактные линзы на ночь. Сплю в них совершенно. Они мне не мешают. Ну, первое время только немножечко мешали. Утром снимаю, и все в порядке. Вижу целый день. Вижу я не единицу, где-то, наверное, 0,8. Ну, и очки мне также корректировали зрение, где-то до 0,8. Поэтому я считаю для себя этот метод приемлемым. Применяю я их 3 месяца. За это время осложнений у меня практически не было. Пару раз была зеленая сопля поутру из глаза. Но это ничего страшного. Это просто мертвые лейкоциты, которые пытаются переварить линзу. Все-таки она чужеродный предмет. Ну, это не страшно. Глаз помыл, все нормально. Серьезных эрозий на роговице у меня не было. То есть, осложнений каких-то серьезных нет. Конечно, осложнения могут быть, если линза плохая, если она потрескалась изнутри, если вы ее неправильно используете, неправильно моете. Конечно, тогда она будет царапать глаз, будут осложнения. Но если пользоваться ей правильно, то ничего нет. Вот я пользуюсь 3 месяца, у меня ничего нет, никаких осложнений. Мой друг, который пользуется 2 года, он тоже у него все нормально. Рекомендовал мне. Я воспользовался его рекомендациями, пользуюсь. После того, как вы начинаете их носить, картина окружающего мира резко меняется. Вы совершенно спокойно ходите по улице, больше ничего вам не мешает наслаждаться окружающим миром. Вы не переживаете за свои глаза, что какое-нибудь быдло может наброситься на вас кулаками, двинуть по глазу, по очкам, потому что это их любимая зона поражения, как мне подсказывает личный опыт. И вы спокойно живете. Моются линзы просто. Капля специального шампуня на них капается и промываете под проточной водой или водой из чайника. Почему-то они говорят, что можно и проточной водой, можно мыть и водой из-под крана. Но я мою из чайника. В принципе, вот весь опыт применения этих линз. Никаких осложнений особых я не испытываю. Кому интересно, можете ввести в поиски на YouTube опыт применения ортокератологических ночных линз. Там есть несколько хороших видео. Ну, а вообще, нужно обязательно снять сюжет, официальный какой-нибудь сюжет на программе здоровья хотя бы, чтобы было больше информации, чтобы люди больше узнавали об этих линзах, чтобы была больше информации о том, как их применять, о том, что это за линзы. Потому что вопрос очень плохо освещен в интернете, в прессе. Никто о них не знает. Из-за этого линзы доступны очень ограниченному кругу лиц. Они очень дорогие, стоят 16 тысяч рублей за пару. Пары хватает на 2 года, на полтора-два года. А если об этих линзах будет знать больше людей, то, соответственно, предложение возрастет, линзы подешевеют, и они будут более широко доступны. Больше информации о них будут. Кстати, они останавливают прогрессирование миопии. То есть, миопия перестает прогрессировать. Метод широко применяется для детей, поскольку у них эпителий не такой ригидный, как у взрослых. У них результаты еще лучше. Но и у взрослых, мне 32 года, повторяю, результаты тоже хорошие, удовлетворительные. Вот. Если зрение у вас не восстанавливается, то вам подбирают декорригирующие очки для дали, и вы в них можете водить машину, ну, делать то, что вам нужно, когда нужно очень уж острое зрение. Когда линза подобрана неправильно, мне подбирали 3 линзы, то есть, 3 линзы мне меняли, то у вас временно падает зрение на близь. То есть, вы не видите ничего вблизи. Не знаю, какие еще могут быть осложнения, но вот у меня было такое. Но у меня поменяли линзу, и все прошло. Вблизи я снова стал видеть, ну и плюс вижу вдаль. Так что, всем, кому понравилось мое видео, кто нашел для себя какую-то новую информацию, хорошую инструкцию, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, потому что, возможно, даже если вы сами хорошо видите, но если у вас есть друзья-очкарики, то обязательно скиньте им эту информацию, потому что об этом методе должно знать как можно больше людей. Вот. И я надеюсь, что все-таки оно дойдет до Елены Малышевой, до ее программы здоровья, и мы снимем с ней хороший сюжет на всю страну. Я готов приехать в Москву на съемки и рассказать о своем опыте применения. Как-никак, я все-таки сам доктор, представитель официальной медицины и готов поделиться своим опытом. Так что все, пока. Ставьте лайк, рассказывайте друзьям. Кто захочет, может прийти ко мне на прием. Я работаю врачом-стоматологом в городе Санкт-Петербурге. Пишите доктору Смирнову. Ну, пока. Было приятно для вас работать. До свидания.